Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампы, из Финляндии. Я иду Хо энд Эм. Хенка и Маука, как называют его всегда финны. Ну и у нас, конечно, финал сел. По телеку идет реклама. Будьте любезны, приходите. Лиса Али минус Кокскюмендавейс. Еще будет скидочка минус 25%. Я, конечно, тоже лыжи настроила. У меня сегодня выходной. Нарядилась, накрасилась, распустила. Марфа Косы и пошла в примерочную. Что же там шикарного сейчас я найду? Ну и, конечно, весь магазин нужно обойти, пока ты свои размерчики найдешь. И у нас народ похолодало. То есть люди уже вот в таком, как говорится, в длинном рукаве. Ну и так как мне всегда жарко, и кто примерки не снимает, они не понимают, что какое-то ужасное 25 раз нужно раздеться, одеться. Это тоже всегда, как говорится, вот всегда жарко-жарко. Ну и у меня старое платье от Мазай. Вот, 100% вискоза. Мне нравится этот фасон. Мне подходит вот такой отрезанный под охруделями. Здесь резиночка с бантиком. Всегда можно развязать, затянуть. Знаете, поправился, похудел. Тесен-тесен велик-велик. Бусик у меня тоже черный от Мазай. Сумочка М.Ко. Майкл Корж. И мои туфли. Это натуральный лен от Испанская фирма. Ну и внизу платье на резинке. Даже когда сидишь и вот как бы неудачно можно сесть, все равно труселей не видать. И вот сейчас, конечно, я ношу, донашиваю старые вещи, как говорится, из моей прошлой жизни. Все-таки за 10 лет, держав магазин, столько барахла накуплено. Конечно, все это нужно носить. И вот, как говорится, хоть платье старое, все равно очень приличное, мне кажется. Ну и что же я взяла? 19,99. Вот такое веселенькое, симпатичненькое. Да, под машину-то в нем не попадешь, если стоишь на перекрестке. Все, конечно, проезжаются, оборачивают голову и смотрят. О, какая Донна Роза Дальвадорес вышла на прогулку. Да, конечно, платьица вот такое веселенькое, веселенькое. Сейчас буду смотреть, как пошито, найду ли брак. Ну и помните, народ, всегда говорю, выворачивайте на левую сторону, вывернуть это ровно полторы секунды, и сразу вы видите, как оно пошито. Да, конечно, материал вот такой тряпочкой, воротник не стоит, в этом воротнике нету вот такого укрепленного материала, то есть стоять этот воротник не будет. Ну и, конечно, рукав мне великоват и длинноват, я бы так загнула. Ну, так хочу сказать, 19 евро вроде как и ничего. Ну, я бы такое платье на себе не очень мне понравилось. И у меня ужасная голова, вот я хоть вышла, как это, из душа, но так как у меня сейчас очень отросли корни, вот не знаю, жду, чем покраситься, что покраситься. Купила краску, но вот нету сил, думаю, подожду еще недели две-три, и потом мазнусь перед тем, как начнется школа, пойду опять мальвиной, пусть меня научат. Да, что-то как-то материальчик, вот как лерпа. Так, и я вывернула на левую сторону и сразу увидела, вот здесь как шито, шито, пошито, опять видите, как криво вкус. Да, конечно, переворачивать надо. И посмотрите, как закончилась строчка. То есть вот нитку обрезали, но ее не закрепили. Так что если какие-то у вас большие груделя, и вот это место, да, очень быстро эта выточка может даже разойтись. Конечно, качество остается вот все-таки еще такое без хорошего отека. И посмотрите, как я загнула рукав. Если вы его так загнете, эта пуговичка будет спрятана. Мне не очень нравится, когда вот так. Так, кажется, что короткие руки, и вы рукав просто загнули. Но когда вы загнете рукав, и пуговичка окажется сверху, мне кажется, вот так очень симпатичненько. И кажется, что это прям дизайн. И этот рукав будет держаться лучше, он не будет опять заворачиваться. Так, вот это я тоже взяла размер XL. Тоже вот такая бюджетная цена 39,99. Для Финляндии это бюджетный шоппинг. Хоэнд М. И размерчиков, конечно, помните, что в Финляндии в прошлом году, плюс сайз у них только в интернете, в магазине есть до XL или какой-то возврат бывает 2 XL. Ну, тут XL поместится еще вторая тетя Оля, конечно, очень большевата. Помните, как это по Пандополу такой фасон я не ношу. Вот тут точно так же, да, конечно, это платье великовато. Ну, может, это так и рассчитано вот на то, чтобы, знаете, как это подвязаться под кушачок. Ну, нет, конечно, и все-таки прилипает оно сразу к телу. Я пока стояла, вот все время пыталась его как бы одернуть. Да, когда полиэстер и примеряешь много вещей, вот это вот на электризованность, конечно, не очень мне нравится полиэстер. Ну, так, да, вроде как ничего. Но, опять же, я такое платье бы не купила. И хорошо, что даже не стала переворачивать. Вот нитки уже цепляются за мои пальцы. У меня сейчас очень сухая кожа на руках. Да, видите, нитки прям цепляются. Хлястик просто плохо прострочен. Так, 34,99. Ну, вот это милый материал, такой холодящая вискоза. Вроде брака я не вижу. И мне нравится, по-фински называется кетосо. Вот такое платье с запахом. Я опять расстегнула, застегнула. Вы помните, я люблю вот всегда завернуть эти манжеты. Да, ну, нитки это, конечно, проблема во многих вот в этих бюджетных шоппингах. Неплохое платье, но, мне кажется, вот этот верх великоват. Я когда буду сидеть, мне кажется, мои груделя будут прям выскальзывать оттуда. Но запах хороший. То есть даже когда больше тени будет видно нога. Ну, если единственное где-то надо ха сделать ногой, то, конечно, да. Ну, вот этот верх великоват. Не знаю, мне не очень нравится, что вот это постоянно распахивается. Может, какой-то булавочкой заколоть. Ну, а так, да, платье такое интеллигентное. Неплохое, скажем так. Неплохое. И вот где мои труселя. То есть не просвечивает. Это тоже большой плюс. И вот сейчас переверну опять к морде лица. Так, к морде лица. Вот я, как говорится, всегда пытаюсь этот воротник. Но вот это место. Я не знаю, почему оно все время распахивается. У меня слишком маленький бюст. Или вот это место большевато материала. Я завязала по самое не хочу уже ни вздохнуть, ни выдохнуть мне. То есть вот это место, мне кажется, неправильно немножко скроено. Ну, это мое мнение. Может быть, на кого-то это платье сядет и лучшее. Но и черное, конечно. Я вот такое платье хотела давным-давно. 19,99. У меня много всяких длинных туник. Вот такое черное, как говорится, хороший трикотаж. Здесь трикотаж, как спортивная одежда, белье. Вот такое. Но когда я одела, мама родная, я как бабочка в кокене. Ну, и, конечно, из этой бабочки никогда не вылупится бабочка, а вылупится колбасина. Вот я как колбасина, обтянутая этой кожурой. Тут у меня пюзень, тут у меня бока, тут у меня жопень. Это просто караул. Конечно, вы, народ, хвалите, что вроде я как похудела. Да какой тут похудел. Я когда себя вижу... Ой, Господи, помилуй, какой ужас. Слава Богу, что я делаю озвучку дома. Выключила. Там опять орет у них этот музон. Думаю, если бы я там делала озвучку, я опять бы ржала, как лошадь. Там, наверное, в примерочной у людей бы падали вешалки. Так, вот это взяла сцела. Там было и черное. Но я думаю, что нафиг черное. Уже этого черного достаточно я примеряла. Взяла вот такого цвета. Да, неплохое. Вот было бы оно из вискозы, я бы с удовольствием купила. У меня много всяких туник. Вот даже под какую-то длинную тунику можно вот такое одеть. Но, к сожалению, да, полиэстер. Очень в этом платьице будет жарко. Но вот эти платья неплохие. И это мой фасочек под грудями отрез. И вот буквой, как говорится, А. Под какую-то шифоновую тунику. Вот такое. Почему бы и нет. Хоть я к этому цвету отношусь очень равнодушно. Так, и опять черное. Вот я не знаю, почему я мимо черного пройти не могу. Размер Excel, вискоза. Миленько, очень миленько. Да, ну это, конечно, туника. Это не платье. Ну и вот обсуждаем опять, почему все такое мятое. Да, конечно, ужас ужасный. Не успевают девчонки гладить. Но приятный плюс. Очень чисто было в магазине. Вот тоже, как говорится, здорово, что они успели все перевесить, переложить. Очень прилично в магазине. Не так, как я ходила в прошлый раз в Зару. Было руку не просунуть от этих стендов. Ну и вот брак, конечно, эти опять нитки. Да, не успевают они ни обрезать нитки, ни гладить. Но хоть на вешалку вешают. И то, как говорится, слава Богу. Но вот и все равно черное это мое. Вот всю же жизнь бы я ходила в черном. Если была бы возможность, конечно, как. Я люблю черное. И люди говорят, ой, это цвет трауры. Это какое ужасное настроение и так далее. Да ну, бросите вы, народ. Я думаю, что зависит не от цвета, в чем ты одет, а от внутреннего состояния души. И в черном можно быть человеком веселым, приколистым и так далее. А можно ходить в веселых вещах и все время с кислой мордой. То есть я считаю, что от цвета это не зависит. И, как говорят, финна кисса култа. Вот кошачье золото блестит, переливается. Метри култа. То есть вот такое, конечно, бриллианты тут висят, караты золота. Посмотрите, какая красота. Но это золото, конечно, на один вечер, я думаю, блестит, переливается. Оно будет ровно как вот, пока ты не вспотел. Ну, а с другой стороны, даже если на один вечер такая цепочка у тебя на шее, где-то она потеряется за 3 евро, нет проблем. Да, бижутерии, конечно, большущее количество. И в Финляндии, и в Европе унионе бижутерию здорово покупать, потому что она вся никель-фри. В Финляндии нельзя продавать. То есть если у вас есть аллергия на никель, то, что вы покупаете, например, какие-то вещи, где замки, молния или бижутерию, она вся без никеля. И посмотрите, какая красота. Сначала было 19, потом 6, теперь 4. Из 4 евро еще 25% скидки. Конечно, очень дешевый этот кафтан, но опять голимый полиэстер. Вот мне не нужно. И, как говорится, даром вы даже за евро бы продавали. Я бы и то сказала, спасибо большое, носите вы сами. Но это ужас какой-то вот в таком полиэтиленовом пакете. Да я умру просто через 2 часа, если на солнце в таком синтетическом сидеть. И посмотрите, как здорово повешено. Вот все черненькое, веселенькое в одной куче. То есть, конечно, здорово. И финал сел. Шорты к шортам, брюки к брюкам, футболочки к футболочкам. Конечно, лето у нас уже кончилось. В середине августа дети идут в школу. У нас холодно. Не знаю, когда это ролик выпущу. Может быть, уже потеплеет. Но снимаю сейчас. У нас, конечно, прохладно. И вот эти шорты я бы с удовольствием себе бы хотела. Но вот куда? Ну, некуда. Уже складывать это некуда. И так столько вот, чтобы купить. Нет, конечно, не хочу я даже их примерять. А вот так бы, конечно, синенькие, веселенькие, с каким-нибудь синеньким топиком. Сидеть бы на улице в таких же шортиках, на резиночке. Тетя Оля была бы самая шикарная на своей улице. Да. Так. И куда мы отправляемся? Сейчас обойду первый этаж и пойду посмотрю, что есть в детском. И посмотрю, что есть в мужском. Если что-нибудь найду, может быть, даже своему пупсику чего-нибудь куплю. Ох ты мой, сколько много. Вы посмотрите. Минус 20%. Да, очень много в детском тоже финал сел. Но, с другой стороны, детям люди покупают с распродажи и на следующий год. Дети быстро растут. Это все понятно. И в мужском отделе тоже, посмотрите, выгребли зимние куртки. Стоило 49,99, потом 14,99. И с этого 25%, ну, сколько будет оставаться? 10-11 евро. Да, конечно, дешево. Можно что-то вот такое купить. Все, они выгребли только из-за того, что... Ну, нет, продаж. Да, я понимаю, что, конечно, люди многие не покупают ровно как ничего. Ну, хоть со скидочками, может быть, кто-то что-то придет, купит. Это все понятно. Очень большие скидки. Вот с этого еще минус 25%. А может быть, еще и больше будет через неделю или через две. Да, если покупок никто не делает, может быть, и 50%. Скинут еще, но будет просто дешево. Так, вот футболочки я смотрю. Я бы с удовольствием своему купила обыкновенную футболку. Он сейчас красил гараж, пару футболок выкинул в мусорку, потому что они все в краске. Да, здорово, если есть какие-то бюджетные футболки. Вот так вот, даже если стричь траву или красить гараж, всегда можно доносить, а потом кинуть, не стирая. Вот это мне понравилось. Так, она стоит 6 евро с копейками. С этого 25%. Сколько будет оставаться 5 евриков? Excel размерчик, если я найду, пойду-ка я ее на себе сейчас примерю. Если мне будет хорошо, моему тоже будет здорово. Вот это лен. Но лен тоже, она может подсесть, и она будет коротковата. И моему мужу не должно сжать в горле. У него все-таки такая шея толстая, второй подбородок и короткая. То есть, если он наклоняется, ни в коем случае никакого голого пупа. Нам все-таки уже не 15 лет и не голый никакой спины. Да, голый пуп, это, конечно, дети в 15 лет. Мы уже такого возраста, что должен пуп быть прикрытый. И спина тоже очень много всего. Вот бы действительно приехали бы туристы пошопиться. Так, я пошла в примерочную. Так, налезла мне эта футболочка со свистом. Я тусуюсь, у меня черное подплатье с собой только из-за того, думаю, если я что-то буду примерять короткое, да, конечно, своими ногами светить я не хочу. Поэтому ношу вот с собой в сумочке черное платье. Да, я думаю, эта футболочка ему будет очень хорошо. Так, и у нас здесь XL размер. Вот такая. Так, что у нас здесь материал? Катон 60-40 плестро. Ну и нормальная. На каждый день ему валяться на диване, я думаю, что очень прилично за эти деньги. Ну и вроде ниток нигде не висит. И стирать ее можно в машине. Да, это самое вот такое критерие. Я стираю на вешалку и, как говорится, будьте любезны. Так, ну вот, Кеюшка примеряет. Кто смотрит это видео первый раз, мой муж пенсионер, ему 69 лет. Да, футболочка ему очень хорошо. И он всегда так радуется, что ему тоже что-то купили. Хоть конфет, хоть футболочку, как маленьким детям. И чек я беру всегда в бумажном. Если я тусуюсь по магазинам, видно, что за футболочку я тоже заплатила. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампре. Всем физкульт-привет!